МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Регионы Беларуси – от обновления роста до развития конкурента с дольностью. Конференция, подобная которой в ближайшие дни пройдуть во всех областных центрах краины, сегодня отбылась у Гомеля. Мероприемство организовали доследший центр IPM разом с Гомельским региональным агентством экономичного развития. На сустрешу собралися представники улады, бизнесу, громадских объединений и навыковцы. И они мерковали конкурентоздольность наших и других регионов Беларуси. Перезважали на конт махчимостей и шляхов для долготерминового экономического роста. Основная задача – продумать идеи развития, которые можно реализовать на территории Гомельщины в ближайший час. Например, что пишется поляпшение ситуации на рынке працы. В любом случае это либерализация экономики, то есть упрощение каких-то нормативных законодательных актов и так далее. Потому что у нас все-таки несколько заорганизован вот этот процесс. Поэтому надо больше давать свободу. Потому что видим сейчас вызовы какие, нам рынки показывают и так далее. То есть есть проблемы с рабочими местами где-то. Может быть вот эти большие государственные предприятия, они не очень гибкие и очень сложно перестроиться, допустим. Что малые предприятия совсем по-другому себя здесь чувствуют. И в любом случае мы видим опыт, который показывают наши соседи с Европейского союза, например. С каких-то государств, которые успешно развивают свои проекты, развивается малый бизнес. То есть это очень важно. И вот мне кажется либерализация, либерализация, либерализация. Нарайший наш регион для проведения стартовой конференции обрали не выпадково. Зараз он забеспечивает свыше 10% волового внутреннего продукта. Тут сконцентровано, каля 20% промыслового потенциала Украины. Процесс выше 230 предприемств. По многих экономичных покажек, Гомещина займает лидирующие позиции сярод инших областей. Уборку лёна у Беларуси плануется завершить до 25 вересня. Як поведомли у Минсель Газхарча, в этом году у Беларуси под лёна 2 на 44 с половой тысячи гектаров. Убрана половая площадь, что в минулом году на эту дату была выконана чверть работ. До 25-го вируса не обходно звести, а пошнер лон спалил. Страты культуры недопущальные. Коли с початку убирали подгорелые посевы, то сегодня лён добраякости. Его треба целиком убрать, выработать льноволокно и забеспечить аршанский льнокомбинат. Лишь льноволокна плануется поставлять на экспорт. На передней святкования 7-й годовины утворения Следующего комитета Беларуси молодые супрационники подразделения в области урочиста принесли присягу. У Гомель ритуал проходил каля мемориального комплекса «Курган славы». На святочной паде побывала и наша здымочная бригада. Подробязности у сюжете. Бадая самая урочистая церемонию профессийным жития Следующего – это ритуал принесения присяги. Сегодня сирот новобранцев четыре девчонки и два юнаки. Кожный з их перед присутными поклялся оборонять интересы громадства и державы, непримиримо змагаться с любыми порушениями закона. Присягая на верность Республике Беларусь и её народу, клянусь свято соблюдать Конституцию и законы Республики Беларусь, добросовестно выполнять приказы начальников и возложенные на меня обязанности. Клянусь защищать права и свободы граждан, интерес общества и государства. Головными ориентирами на службовом шляху супрацовников Следующего комитета являются профессийный обовязок, гонор и годность. Формирование этих якостей упочинается у семьи. Батька Владислава Пясенки працует в Гумельском городском отделе комитета и пятый год запор подтверждает звание лепшего Следующего в области. Младому офицеру юстиции есть, на кого равняться, а разом с тем и мкнуться до своих особистых вышинь. Стать следователем – это было только мое решение. Я захотел пойти по стопам своего отца. Я закончил наш Гумельский университет имени Франциска Скорина, юридический факультет. После я прошел аттестацию и стал уже офицером, лейтенантом юстиции. Я рад, что сын пошел по моим стопам. Я надеюсь, что в своей карьере он достигнет намного большего, чем достиг я. У рамках святочного мероприемства наученцы класса юридичной некерованности гимназии номер 56 и средней школы номер 44 принесли урочистые обязательства верности закону и интересам краины. От лица руководства управления Следственного комитета поздравляю всех сотрудников Следственного комитета с профессиональным праздником, День сотрудников органов предварительного следствия, седьмой годовщины со дня образования Следственного комитета. С самыми добрыми словами и пожеланиями в их адрес. Успехов вам в службе, здоровья и благополучия всем их. У завершении урочистости у присутной усклали кветки до кургана славы и хвилиной маучанья ушановали память загинувших у гады Великой Айчинной войны. Евгения Кухаронак, Марина Джала, Игорь Марышченко, телерадио, компания «Гомель». Жихары Ветковского района собрали грыбы, у здравния радиации у яких в 11 разов перевышая норму. У жнивни специалисты областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья взяли больше за 400 проб харчовых продуктов. Перевышения выявлены у 5% выпадков. Найбольшую небеспеку представляют грыбы. Радиоактивные дары лесу сустракались у 9 районах. Самые великие перевышения зафиксовали у Ветковске. Сегодня у Гомельской областной детягшей больницы открыли два имиджевые покоя МНС. За инициативой створения островков в Беспеке выступил городский отдел по надзвышайных ситуациях. По сутностях, это гульнявые покои, только оснащенные специальными материалами по Беспеце житедейности. По дробязности у Евгений Кухаронак. Со стен глядя дзина комитые герои мультфильма «Чаровная книга». На полицах – цаточные пожарные машины, специализованные настольные гульни, книги и размалевки. А с экрана телевизора в умный бобер и цикавный заяц рассказывают об правилах обеспеченных поводинов. Минавита с таким интерьером сегодня отчинила свои дверы гульнявая комната травматолога-ортопедичного отделения Гомельской областной детячей больницы. По словам супрационников МНС, в регионах это первое, фторизованное пляцо укастворенная Минавита в установе охоты здоровья. Во-первых, это досуг. Во-вторых, это в игровой форме дети в любом случае получают какие-то навыки безопасного поведения. Потому что мы здесь находимся в отделении травматологии. Уже дети здесь находятся по причине того, что что-то было не так в быту или в школе. Уже какой-то момент у них пробел в этом. Нестандартные подходы, навучание детей и дорослых правилам безопасности воритовальники укоранили у практики по причине становочного эффекта. Знайомить детей с основными правилами повозинов при надзвышанных ситуациях с допомогой гульняв и мультфильмах это саправдым и никого. При пожаре звонить 112. Нельзя ходить на речки, которые ты не знаешь без взрослых. А то можешь пострадать или что-то с тобой еще может случиться. По верхам высшей у лорадзеления гульнявай так само оснащена с самыми разностайными допоможниками. Тут будут проводить рухомые гульни. В уголе атмосфера у имиджевых комнатах ориентованы на то, якаб притягнуть увагу дятей до властной безопасности. А калияны навучатся правильно дейничать у надзвышанных ситуациях, а так само позбегать их своим багажом веда узмогуть подзялиться с родными и сябрами. Евгений Кухаронак, Игорь Марысченко, телерадо и компания «Гомель». У Гомеле начались генеральные репетиции церемонии открытия 9-го международного фестиваля хореографичного мастатства «Сожский караход». Свято заплановано на 21-ю пятницу 14-го вересня. А по кульях у дельники ящие раз повторяют свои программы. Планами организаторов и макчимостями творчих коллективов подзекавился Олег Синтеров. В Гомельскому стадоёну «Центральный» у программы «Сожского карахода» отведено бодай центральное место. Менавито тут пройдя самое масовое мероприемство фестивалю, церемония его открытия. Колькость у дельников – 2000 человек. Причем разом с прессийными артистами на сцену выйдут и звычайные студенты мясовых высшайших новичайных установок. Яны усе доброохотники, 560 студентах Гомельскіх ВНО, режиссёры кажуть, что в будущем яны будуть притягиваться до уделу во усіх городских мероприемствах, але пакуль их задача якосна выступить на Сольском караходе. Гэта зовсім не просто. Синхронность павіна быть идеальной, інак жаданого ніяк не досягнуть. Пастя годинной репетиции до студентов долучаються творчай коллективы. Пачынаеца от працовка максимума головного элементу свята, статизованных механичных, на перамках сучасного хореографічного мастерства. Циферблат с минутной і часовой стрелкой, которая в диаметре 30 метров прокручивається і останавливається на цифрах 3, 6, 9, 12. І на каждій цифре ми показуємо то іле іное направлення. Например, народно-сценический танец, на шестерці современна хореографія, на трійці показуємо брейк, як він сьогодні виглядєт, його будуче. Программа Сорського хоравода различна на три дні. Виступлений творчих коллективів почнуться ранніше в п'ятницю. У Змогороду і у Томліку гран-при планується вручити в неделю 16 вересня. По кольі розмови ді прикладно в 30 творчих коллективах. Але Кончатковий состав удельників стане відомий тільки у четвер. По словах организаторів, сьогодні зробили ставку не на колькость, а на профсіоналізм. То, що касається географії именно стран-участників Сорського хоровода, то мы здесь как бы за количеством не гонимся, но нам интересно всегда, щоб приїжджали новые страны. Вот в этом году это буде Китай. Они у нас впервые і очень интересный коллектив, который работает с хореографией в національной традиції. Олег Сентяров, Євген Макеєнка, телеради компания «Гомель». Про подрихтовку до Сорського карагода и святочные мероприємства до Дня Города заутро подзі размова у програмі «Діалог». Гості і студії стане начальник управління ідеологічній роботи, культури і по справах молоді гомельського гарві Канкама Катярина Діхтярова. Глядіте «Діалог» у промым ефірі на телеканалі «Беларусь-4» у 19 годин, 20 хвілін. Танец Наташи Ростовой на першім барі і інші творчі експерименти пропонують гомельсьанам на п'ятій акції «Ночу бібліотеці». Яна пройде у областной бібліотеці ім'я Ленина у п'ятніцу, 14 вересня. Юбілейна «Ночу бібліотеці» присвячена класіцям. Гэта тема така закороні не тільки літературу, але й музику, театру, юриспруденцію і навуку. Своя особливым експериментом стане работа бібліотеки у штатным рэжімі. Гості акції змогуть отримать читацкі біліта, так само вярнуць книгу, яку і довгий час забывалі дома. У Гомель стартовав открытый городський конкурс на лепші макеты банера і плаката, присвяченая году малой родзімы. Прынятию делу творчым споборністям могут усе жадаючі. Узрост, професійная подрыхтовка і аддукація значення не маюць. Заявкі і конкурсні роботи приймаюця до 15-х кастришніка на електронную пошту мус хістарі собака тут кропка біуай. Урочистості у гонор Юровицкой іконы Пры Святой Богородіце отбудуться 12-го і 13-го вересня у Туровской епархії. Хрестный ход примиркован до 1030-х годів Хрешені Русі і Года Малой Радзімы. Святочные мероприємствы заутра у 9 раніце открыла літургія у Кафедральному собору Святого Архангела Михаіла у Мазыры. У 11.30 пашінца хрестный ход студотворной іконой Божої Мати Юровицка і Милосерне. Рух пройде по площі Горкага про сплощу Ленина і вулицю Пры мостовую по мості Прозраку Прыпять. Затым паломники сядуть у автобусы і проедуть до Юровича, откуль знов хрестным ходом пройдуть до монастыра. 13-го вересня у Рашистості протягнуться. Важная новина для аутомобілистів у святі з тим, що хрестный ход буде проходить по мості Прозпрыпять, 12-го вересня, прикладно, с 11.45 на годину рух прозмост буде перакрыты. На дворі не спяшається пераходзіць на восінський режим. Теплом порадує гэты тыдзень. Дзённая температура досягне плюс 24-х. Безападка у тынь менш не обыдіцца. У п'ятницю у рухію не чакаюцца невялікі дажи. Слупок термометра опустіцца до 20-ти. До выходных поступово пачне халадаць по усій країні. Гэта і іншая новина вы можете знайзці на нашым сайте у інтернете по адресі www.tvrgomil.by На гэтам выпуск завершен. Дякую за увагу і до зустрічі в ефіру. Де факто продолжаєт ефір телеканала Беларусь4 в студії Алексей Немківич. Здравствуйте. Вибор, як в оружейном супермаркете. МВД сообщило о задержанні жителя Городії. В його машині, которую остановили госінспекторы, в агрогородке Красное Гомельського района обнаружили тюнингованний автомат Калашникова с приспособлением для бесшумной стрельбы, пистолеты Макарова ЕТТ, винтовку, ручные гранаты і сотні патронів различного калибра. По данному факту, районний отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. Сейчас задержанний находится в ізоляторе временного содержания. Однако, как оказалось, на этом история не закончилась. Обыски прошли также в квартире, гараже и служебном кабинете мужчины. Стражепорядка изъяли там пулемет, автоматы, винтовки и пистолеты, а также гранаты и взрывные устройства. Сейчас правоохранители пытаются установить источники происхождения столь обширного арсенала и возможных соучастников фигуранта в незаконном обороте оружием. П'яному і море по колено, видимо, так посчитал водитель Ауди, которого остановил сотрудник ГАИ. Мужчина принял решение удирать и заодно протащить по дороге госинспектора, ухватившегося за руль иномарки. Инцидент произошел поздно ночью вблизи деревни Семеновка Кармянского района. При проверке документов сотрудник заметил у водителя признаки алкогольного опьянения и предложил ему пройти в служебный автомобиль. Водитель начал выходить из автомобиля, но в одно мгновение передумал, завел автомобиль и начал движение. В этот момент сотрудник госавтоинспекции с целью остановки транспортного средства схватился за руль автомобиля. В итоге водитель протянул его примерно около 20 метров. После этого водитель начал скрываться. Сотрудник госавтоинспекции сел в служебный автомобиль и буквально через километр догнал данного нарушителя. По результатам освидетельствования в выдыхаемом воздухе у водителя обнаружено почти 2,5 промилле алкоголя. Теперь помимо крупного штрафа и лишения права управления водителю грозит и уголовная ответственность. Трагедия в Калинковичском районе. В дорожной аварии погиб двухлетний ребенок. ДТП произошло накануне в деревне Большие Овтюки. Местный житель на Фольксвагене выехал за пределы дороги и врезался в опору линии электропередачи. Тяжелой травмой получил ехавший с ним двухлетний сын. По пути в больницу мальчик умер. В Жлобине начался процесс над экс-директором местной детской спортивной школы. Мужчина почти 7 лет получал зарплату за фиктивного работника. Реальные работы никем не выполнялись, но деньги исправно капали в карман руководителю. Как результат, из бюджета необоснованно выплачено более 13 тысяч белорусских рублей. Ущерб в крупном размере. В Светлогорске ночью на парковке возле жилого дома сгорела Ауди. На место происшествия прибыли два пожарных расчета. Автомобиль потушили, однако он сильно поврежден. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. В Хуйникском районе по дворам гуляла бешеная лиса. Животное на своем подворье обнаружила жительница деревни Стреличево. Дикий зверь сначала набросился на собаку, а затем намеревался напасть на женщину. Но к моменту приезда сотрудников милиции лису удалось прогнать. Нашли рыжую в соседнем дворе. Животное обезвредили и передали ветеринарам. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Первое областное дерби в экстралиге хоккейного чемпионата Беларуси проходит сегодня. Гомель на своем льду принимает «Металлург». В высшей лиге дубли Рыси и Столиваров сошлись между собой уже в первом туре. Матчи проходили в Жлобине. В первом поединке хозяева, уступая после двух периодов 0-3, сумели сравнять счет. Завершить камбэк на мажорной ноте не получилось. Гомельчане все-таки вырвали победу 3-4. На следующий день Столивары первыми открыли счет, но на этом их голевой лимит был исчерпан. Далее забрасывали только Рыси. Итог 1-4 и Гомель-2 увозят 6 очков из Жлобина. Во втором туре чемпионата Беларуси по мини-футболу в РЗ и столице сыграют в Гомеле. Ранее сообщалось, что эта встреча должна была состояться в Минске. Учный поединок вагоностроителей и столичники проведут 15 сентября на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта. Начало в 16.30. Напомним, что еще одна гомельская команда БЧ во втором туре отправится в гости к Щучину. Светлогорский ЦКК играет дома с Гродненским УВД «Динамо». Вратамке на базе Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства состоялось первенство Беларуси по конному троеборью среди юношей и девушек. По итогам состязаний команда Гомельского областного центра олимпийского резерва по прикладным видам спорта заняла в общем зачете третье место. В личных соревнованиях гомельчане остались без медалей. Ближе всех к пьедесталу подобралась Анастасия Древила. Она показала по итогам трех видов четвертый результат. Спортсмены из Гомельской области завоевали семь медалей молодежного первенства Беларуси по тейквондо. Соревнования проходили в Википске. Победителями первенства стали воспитанники областного центра олимпийского резерва единоборств Кирилл Дударев и Даниил Юрков. Также в активе спортсменов нашего региона пять бронзовых наград. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова